В сегодняшнем ролике мы... Приветствую вас на канале Бирхантер, мое имя Олег и в сегодняшнем ролике мы поговорим о том, как подобрать арбалет под свои запросы Давайте для начала определимся, для чего же арбалет вам нужен Если он вам нужен для того, чтобы повесить на стену и использовать в качестве интерьерного решения то вам подойдет абсолютно любой Уверен, для вас тогда будет главное, чтобы арбалет был красивым и взгляд каждого входящего в ваш дом человека сразу же бросался именно на арбалет Если так, то вы можете сразу же прекратить смотреть это видео поставить лайк, подписаться, оставить комментарий перейти на наш сайт и выбрать любой вам понравившийся арбалет Но, если у вас задачи немножечко иные, то досмотрите это видео до конца Задайте себе вопрос Где вы будете стрелять? В кого? И для чего вы будете это делать? Нет, ответ вашего шумного коллегу не подходит Вы можете кинуть в него подушкой Но если откинуть шутки в сторону, то есть три возможных варианта использования арбалета Хотите начать стрелять из арбалета и думаете, чем разнообразить отдых на даче Вы можете взять совершенно любой арбалет, который будет вам по карману Это может быть как блочный, так и рекурсивный Или же даже арбалет-пистолет Если же ваш бюджет не ограничен, а ваш брат владеет собственным самолетом То вы можете взять арбалет посерьезнее и подороже даже для развлечения Единственное, не гонитесь за большой силой натяжения Потому что, как я уже говорил в предыдущих выпусках, для развлечения это не нужно Это только мешает Вы будете тратить время на то, чтобы доставать стрелы и щита Вы будете мучиться, когда будете взводить арбалет Но будет вообще замечательно, если в ваш арбалет будет встроен натяжитель Это значительно упрощает жизнь Кстати, во многие наши арбалеты натяжитель встроен По каким же критериям нужно выбирать арбалет для развлечения? Он должен быть неубиваемым, легким и простым в использовании Простота в использовании и легкость арбалета просто облегчают его эксплуатацию Вам не нужно будет переживать о том, что вот опять надо взводить Опять нужно там доставать стрелы Вы будете просто кайфовать от стрельбы А неубиваемость нужна на тот случай, если вы в силу своей неопытности вдруг его уроните Ха-ха-ха, это была шутка Если вы профессиональный спортсмен, то, наверное, вам надо у тренера спрашивать Какой арбалет вам нужен, а не смотреть всякие видосики в интернете Но если вдруг вы задумываетесь просто об арбалете и, возможно, рассматриваете как одну из стезей своего будущего развития спорт То тогда вам, в принципе, подойдет любой арбалет из масс-маркета Потому что, на самом деле, арбалеты, которые нужны для спорта, они совершенно другие Они вообще ничуть не похожи на то, что вы хоть где-то встречали Но обычного арбалета вам хватит для того, чтобы понять, в принципе, что это такое Нужно оно вам или не нужно И если вы решите идти в сторону спорта, то вы придете в секцию, и вам там дадут арбалет Общее представление у вас останутся Но в то же время есть спорт, как развлечение, и для обычных арбалетов Называются они 3D Это соревнования, где люди собираются в лесу и стреляют по резиновым зверям Основной интерес заключается в том, что стрелок не знает дистанции до зверя Как на настоящей охоте, где зверь выйдет, там вы в него стрелять и будете Вы на глаз определяете дистанцию, стреляете и оцениваете результат Кто ближе попал к центру, тот и победил Дисциплина называется 3D Участвуют там как арбалетчики, так и лошники, каждый в своей дисциплине По каким же критериям выбирать арбалет для спорта? Естественно, это точность, удобство и прикладистость Вариант для охоты Где его? А, везде все видно, да? Значит, нет смысла прятать то, что спрятать не получится Вот так я его буду в руке держать Тут все становится еще серьезнее Если ваша предполагаемая добыча это заяц или что-то некрупное То тут, в принципе, вы еще можете сэкономить Если же мы говорим о серьезных, больших зверях То тут нужно брать только самое лучшее, самое быстрое и самое мощное Хочу писаться, я хочу стать звездой знаменитой В качестве примера я могу привести вам арбалеты Doom, Doom Military или Mambo Fatality Обращу ваше внимание, что тут важна не сила натяжения, а именно скорость Та энергия, которую арбалет способен передавать снаряду, стреле Какие же критерии у арбалета для охоты? Это компактность, это мощность и это точность С компактностью, я думаю, все понятно Нет смысла бродить по лесу с большим гигантским арбалетом Цепляться за ветки Или если вы охотитесь слабаза, то, я думаю, все понимают Насколько неудобно затаскивать этот арбалет наверх Ну, а про мощность я уже поговорил Я вам все рассказываю Блочные, рекурсивные, какие-то еще арбалеты А что все это вообще значит? Давайте в этом разберемся Блочный арбалет достаточно сложен по своей системе Как можно догадаться из названия, блочный арбалет это арбалет с блоками То есть с колесиками на концах плечей Блоки эти могут быть связаны либо между собой Либо с противоположным плечом Либо с колодкой за счет тросов Ну и между собой блоки, конечно же, связаны тетевой Какие же плюсы есть у блочного арбалета? Во-первых, это мощность Блочный арбалет запасает гораздо больше энергии У него коротенькие плечи, которые, как известно, быстрее распрямляются А за счет системы блоков энергия запасается более эффективно И также более эффективно арбалет эту энергию передает стреле За счет плавного ее разгона То есть сначала у нас арбалет слабенько толкает тетиву Ускоряет ее и в конце будет пиковое усилие То есть вот так же, как вы натягиваете блочный арбалет Вы натягиваете сначала тяжело, а потом уже легко Когда арбалет стреляет, все происходит наоборот Сначала слабенькое усилие, а в конце посильнее За счет системы блоков и компоновки этого арбалета Блочный арбалет очень компактный Даже в невзведенном состоянии Еще на блочных арбалетах практически отсутствует отдача А все дело в расположении плечей В то время как на рекурсивном арбалете Плечи находятся практически перпендикулярно направляющей И распрямляются при выстреле вперед И, соответственно, тащат за собой арбалет То на блочном арбалете плечи стоят практически параллельно друг к другу И при распрямлении они фактически гасят энергию друг к другу Таща арб... таща... И во время выстрела тащат арбалет в разные стороны Тем самым гася энергию друг к другу Рекурсивный арбалет Это тот самый арбалет, который приходит в голову всем обывателям Кто так или иначе слышал об арбалете хоть что-то Это лук, прикрепленный к направляющей То, каким арбалет придумали изначально Кстати, интересно, что на заре своей истории Арбалет был не сильно-то удобным оружием За счет большой силы натяжения И отсутствия каких-либо механизмов Помогающих натянуть тетиву Кстати, у нас есть отдельное видео про историю арбалета Если вам это интересно, обязательно посмотрите его Какие же плюсы есть у рекурсивного арбалета? Во-первых, это вес Арбалет за счет простоты своей конструкции очень легкий Иногда бывает, что у арбалетов, у рекурсивных даже нет колодки Там просто прорезь, в которую вставляются плечом Следующее это простота конструкции Что имеется в виду? На блочном арбалете есть колодка Есть плечи, которые зачастую состоят из двух отдельных плечей Есть блоки, есть все подшипники, втулки, тросы, которые нужно синхронизировать Это очень сложный механизм, требующий настройки В рекурсивном арбалете это просто плечо Которое может быть также разделено на две части, что лучше Потому что они всегда будут центрированы Потому что там уже стоит колодка Либо же это может быть моноплечо, которое вы просто на глаз выставляете посередине И таким образом стреляете И отсюда мы переходим к следующему плюсу рекурсивного арбалета Это отсутствие настроек Там просто есть плечо или два плеча, которые стянуты тетивой Тетива всегда распределяет равномерно нагрузку между двумя этими плечами Если арбалет правильно взвести На блочном же арбалете есть тросы, которые должны нивелировать разницу во взведении К тому же на блочном арбалете эти самые тросы в большинстве моделей проходят под направляющей И несмотря на то, что система симметрична Как вы понимаете, нельзя сделать так, чтобы два троса сквозь друг друга проходили Там один идет над другим Соответственно, эта система заведомо уже рассинхронизирована То есть, если вы возьмете идеально ровные тросы, одинаковой длины поставить их на арбалет Арбалет не будет стрелять как нужно Как раз-таки из-за этой разницы небольшой Блоки будут заваливаться и так далее В общем, с блочным арбалетом есть свой геморрой Это настройка, которую, кстати говоря, вы также не сможете сделать сами в полевых условиях Для блочного арбалета нужен пресс С рекурсивным все гораздо проще Есть такая штука, как стрингер Она позволяет взвести арбалет, расслабив при этом тетиву Соответственно, вы можете поменять тетиву Разобрать арбалет, сделать с ним все что угодно буквально в лесу Арбалет-пистолет Да, вы не ослышали, существует и такое Расскажу чуть поподробнее В современном мире арбалет все больше и больше набирает популярности Как оружие для развлечения Арбалет-пистолет идеально для этого подходит Он маленький, не занимает много места Просто в эксплуатации Они есть как блочные, так и рекурсивные И современные арбалеты, такие как Мамбо или Дум Мини К тому же, имеют возможность оснащения и прикладом То есть в сложном состоянии он будет Как маленький арбалет-пистолет А в разложенном вы будете прикладываться Как по сути с винтовкой Какие же выводы мы сделаем из информации Полученной в данном ролике Если вы хотите пострелять по мишеням То вы можете брать абсолютно любой арбалет Было бы желание Если вы новичок и решили завести себе новое хобби То вам также подойдет любой арбалет В том числе и арбалет-пистолет Если же вы хотите арбалет для охоты То тут нужно хорошенечко изучить вопрос Вам нужен только мощный, только надежный И, на мой взгляд, блочный арбалет Я советую присмотреться к таким моделям Как Дум Милитари, Дум или же Мамбо Фаталити Мамбо Фаталити это, кстати говоря, арбалет Который стреляет стандартными стрелами Длиной в 20 дюймов Но при этом имеет встроенный натяжитель Как говорится, во главе угла Во краю угла, на краю угла Так или иначе, главное, чтобы арбалет был мощным и надежным Современные блочные арбалеты Полностью удовлетворяют все потребности охотника Ну, а на этом все Надеюсь, что это видео было вам полезным и интересным Подписывайтесь на этот канал Ставьте лайки И до новых встреч!